Всем привет, друзья! С вами Вадим2кхаус, это третья попытка записать ролик. Карта хорошо себя зарекомендовала на стриме. И плохо на записи. Плохо на записи, да. Что-то всех кикает, но мы уже решили, что не перезаписывать тысячный раз. Если кикнет, то... То кикнет. Счастливо, Вадим. Да что же такие слабые-то, а? Как дела? Почему вас постоянно выкидывает? Блин, ну лол, ну я не знаю, я доиграю. Тут осталось-то минут 50 всего. Вы меня развлекаете беседами. У вас вот миксы идут, лол. А, и они все этот... ЛТДХ-20? Ой, лол. Может, потому что я к респу крипов подошел близко и вас выкинуло? Классная карта, Вадим. Я не знаю, вы какие-то крабосы реально играли с пацанами в этот... До конца... Я не знаю, где здесь конец, но мы довольно далеко зашли. А тут резко сразу вылеты пошли. То есть, видите, такой нестандартный Tower Defense, я отбиваюсь рабочими, не построив ни единый Tower. Ты отбиваешься один. Я отбиваюсь один, к тому же. Я не знаю, это уже третий РМК. Я думаю, что с четвертого РМК ничего бы не изменилось. Но зато, как только я юнитов отбил, сразу эта волна началась. Я пока отойду. Давай. В рабочих есть корни, но рабочие не агрессивны по своей натуре. То есть, надо постоянно через атаку имя, ну или просто бить определенного. Кстати, все не так хорошо. Хорошо, крипы практически проходят. Так, ну вроде нормально. В прошлый раз я строил какое-то количество башен, а сейчас я попробую Tower Defense, где ты отбиваешься без башен. Я не знаю, как я называю этот ролик, но скорее всего, что-то типа этого. Мы сегодня играли уже в такую карту. Где? А, ну да. Там юниты есть, а здесь чисто рабы. Не, ну так там можно, шкурку типа любую можно ему дать. Подожди, а, мы сегодня в две таких карты тогда играли, если ты еще правил. А, халявный раб еще мне от кого-то достался, лол. Мне, мне ваши рабы еще достались, офигеть. Ну халява реально. Еще 100, нет, да? Я там успел построить вроде как. Ну да, нет, нафиг. Они-то ничего не дают. Рабом будешь четырех бараков. А, кстати, да, можно было, лол. Но денег столько нет, конечно. Будет. Ну забавно, халявные рабы. Да, лол. Еще есть шанс баша, видите, у рабочего. Так у него грабеж еще, я не знаю, тебе дают деньги, когда он атакует или нет. Атакует здание противника. Ага. Я не знаю, что, можно свои дома ломать, что ли? Ну ты не противник, наверное. О, я просто почти словал свой дом. Буквально за секунду. Черт, ты... А что такое, как будто... А, один этот мурлок остался. Я думаю, что игра-то дальше не идет. Интересно, а то, что я вашими рабочими отбиваюсь, надеюсь, мне за это деньги идут или нет? Да, здесь довольно много приходится покликать, так как корни не автокаст. И там все в корнях. Есть, возможно, интересные штуки у некоторых товарок, но они топтел миссинг. Ну, типа, нету описания. Да. Так, ну, гнолы после корней не проявляют особо никакой активности. О, я могу построить еще одного. А, тут еще есть грейт тира твоего. Нормально. Денег у меня много. Мне осталось трех рабочих до пака. Больше пака я, наверное, строить не буду. И потом, возможно, пойду в какие-нибудь башни все-таки. Так, вот, тролли поперли. Кстати, забавно, что здесь отбился и сразу же этот... Не дает передышки. Следующая волна, да, идет. Но, видишь, с другой стороны, здесь, если строится там, где ты появляешься, да, то, кем я играл, то, как бы, он дольше всех отбивается. Потому что, позже всего, к ним приходит. И, как бы, да, конечно, можно строиться ближе, но ты уж понимаю, что есть вот позиции, где, грубо говоря, таверки два раза атакуют. Они гораздо выгоднее, чем... Ну, да, но здесь у каждого есть... Ну, в том числе, там, где ты был, там тоже есть такое место. Ну, да, только там очень широкое. То есть, они там не будут два раза атаковать, скорее всего. Не достанут. Да, я не знаю, что месте, где ты строил, по-моему, более широкое даже. Так, алло, алло, деремся. Блин, рабочие такие реально миролюбивые. Пока ими не прикажешь кого-то убивать. Да, сейчас уже главное не проверять грабеж на своем здании. Потому что сейчас уже с фокуса можно забрать все вообще. Так, вот, осталось два тролля. Добираем их. Ой, лол, один какой-то тролль в загашнике остался. Тыдыщ. Плюс еще рабочими, то, что ты сам контролируешь, когда ты отбиваешься. Ну, то есть, хочешь быстро отбиваешься, хочешь медленно. Хочешь кого-то в корнях держишь долго, бесконечно. Вообще, давно мы что-то не играли в тдшке, где есть выбор билдеров. Разные типа тактики. Ну, знаешь, что-то вроде упадора тд такого, где прям, ну, ты выбрал билдера, и у тебя игра прям сильно отличаться будет от... Ну, типа асимметричный баланс. Да. В последнее время одни и те же. Ну да, кстати. Не, ну, это, конечно, значительно сложнее проработать баланс, чтобы все отбивались более-менее. Ну да, вон у чуваков типа мафы тд не хватает одну карту проработать, если там литбашню за 10 с двумя сотнями атаки. Ну, это какой-то бред. Ну, видишь, это какие-то делали уже другие, видимо, ребята. То есть, кто же сделал сначала мафы тд, а потом вот эти сделали экстрим с меньших количеств игроков, но таким же количеством крипов. Ну да. Не, ну интересно. Типа и баланс, или? И к ним версии даже интересно. Не, ну я не думаю, что... Потому что они цены зданий как-то меняли. Не, ну может быть... Да хрена его знают. Может быть, добавили вообще-то пашню, может быть, еще что-то. Может быть, она была первая обычная. Ну, потому что крейтится очень дешево, а стоит очень дешево. То есть, я думаю, просто статы первой башни поменяли. Может быть, по-другому, например, было вообще не пройти. То есть, они там апнули статы всем крипам, и типа дальше нормально, а вот первые волны не отбиваются без такой башни. Да, они же отбиваются без нее, в принципе. Ну да. Тогда вообще странно. Так, делаю грейп своего главного здания за 150. Вообще интересно было бы какую-нибудь тд-шку, где... Вот разные расы, да? Ну, разные билдеры, а то есть... Совершенно, секундочку. Пошел, Дима, к разным билдерам. Так, найс. Расстрел идет. Те, кто в корнях, их не трогают. В этом плане плюс. Так, я, наверное, сразу в тир-3 башни пойду. Так вот, где разные билдеры, но при этом есть взаимодействие между игроками в этом отбивании. То есть, в плане один построил такую, другой такую башню... Ну да, 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 да. Ну, или, например, одни там сильные в начале, другие в фаллете там, в мидгейме. А я строю сейчас сразу этот, тир-3 делаю за 300 голды. Я пока без связи, видимо. Без чего? Без связи. Микроволновка работает. Наушники не могут конкурировать с... А ты голову не засовывай в микроволновку или это? Ну, как же. Надо же смотреть, что у меня там готовится, да? Да. Да. Так. Что делаем? Тир-3 грейд. Там будут супер-клевые башни. Мы еще, неправда, не пробовали башен в этой карте. Ну, видите, у меня 12 корней. И 20 юнцев всего выходят. Поэтому они... Они обречены. Но я... Я не думаю, что вообще какой-то разработчик карты рассчитывал на такую вещь. Я даже не знаю, плохо это или хорошо, что я почти в каждой... В каждой третьей карте такое говорю, что рассчитывал для разработчик, что кто-то будет делать так. Виллэйдж, там, варс, вон, то есть, в битве деревеньшин. Придумал я буст, что бить союзника на фонтане. И тут же его хиляет с ман-регеном. Здесь, вон. То, как долго тир-3 делается, но там будет, наверное, супер-мега-рабочий какой-то. Или что? Ау, атакуйте. Атакуйте, чувачки. А дом, кстати, нормально бьет. Последний. Да ебрест, ты попробуй попади. Юниты все быстрее. И тут проблема не только в том, что они быстро пробегают, а в том, что фиг попадешь по ним. Все нормально. Вроде... Вроде получилось. Так, давайте вот так вот так вот их собирать. Собирать оставшихся. Текс. Что у нас тут есть? А, кстати, что-то... Ничего особо... О, кстати, есть к оружию, лол. А что будет, если к оружию сделать, интересно? Ладно, так. Ну, типа, крестьянин станет ополченцем, что ли? Хотя у самого крестьянина такой фишки нету. Тыщ. О, большие. Можно их как-то так корнями опутать, чтобы... Они этот... Они не давали другим пройти. Забавно было бы заобузить. До сих пор, видите, мои рабочие топчик. Ну, корни. Корни это мощно, они действуют дольше, чем откатываются. То есть... Даже не знаю. То есть теперь я могу построить какую-то супер-мега-тир-3 башню. Или что? Рабочих-то новых не появилось. Непонятно. Так, ну ладно, давайте построим инженера. Дима, ты не видел? Там есть этот герой какие-нибудь. Понятно. Дима, все-таки засунул голову в микроволновку. Да я просто... Давай уже. Добивай ее. Это останов... А, это не остановилось. Это баш рабочих. Стандартный такой баш от гнома. Так, а давайте попробуем к оружию нажать. И ничего не... Поблизости нет работников. Давай, догоняй, догоняй, догоняй. На. А вот еще осталось несколько. Так, а что ты можешь клевое построить? Heroes Hall. Вот, Heroes Hall есть. Найс. Так, а что там, что там, что там? Банша убегает. Алярм. Банша убегает. Как ты бешеная, бедная. Так. Так. Что, сейчас всех героичек какого-нибудь... Ой, воздух пошел. Ёпрестая. Вот это вот проблемы. Так. Даже не знаю, кого. Блин. Тут реально сейчас будут проблемы без башен-то, а? Блин. Вообще проблемы. Еще и золота не хватает. Ой, сейчас жизни-то слетят у кого-то. Давай, стан хоть один. Алло, ну воздух-то я понимаю, воздух. Но баш-то работает по воздуху. Ну что-то нифига. И на бомбы им наплевать. Ой-ой-ой. Четыре жизни осталось. Лол, еще сейчас эти медведи тут бегут. Так, ну что, мне надо сейчас убить чувачков и построить героя. Может, героям будет получше? Забавная анимация атаки, как неуязвимость. Кстати, что-то корни действуют мало как-то, вам не кажется? Так, атакуем, атакуем, алло. Сейчас они как-то побегут, а они остановились. Не, не все остановились. Решили они потупить немножечко. Так. Так, а что здесь за герой? А, это продать. А, тир четыре. То есть, можно все-таки сейчас чуть-чуть подождать и построить сразу тир четыре героя. Такс. Дима, ты еще не тут? Да что же он так любит есть-то, а? Корни, видите, и дамажат, и добивают. Ну, давайте сразу в тир четыре эльфов пойдем, а потом построим Артаса. Самого дорогого, видимо, героя. Ну, по крайней мере, учитывая, что ради него тир четыре надо сделать. Големы! Неуязвимы к магии! Понятно. В прошлый раз мы до этого момента не доигрывали. И, как бы, видите, походу, конец. Я вовремя. Да. Я тоже. Это мы засамонили колему в тебе. Да я так и понял, блин. И зато у меня тир четыре элвин делается. Да что ж такое-то? Корни, ну же. Вообще беда. Ну все, меня пробили, короче. Так, я и не увижу героя. Походу. Блин, а так все хорошо начиналось. Ну, понятно, надо было строить какие-то башни хоть начинать. Ну, хотя здесь вон мины есть. Глядишь, что получится. Тыдыщ! 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 Ой, они пачками ложатся. Но нет. Все-таки ворота пробиваются. И все, это конец. Все, пацанов убили. Причем, кстати, прикольно. Убивают именно те юниты, которые прошли. Да. Ну вот такая вот, короче, получилась странная карта. Если вы хотите развития идеи, то есть, ну, чтобы я поиграл в нее нормально, в башни, в героев и так далее, то пишите, если вам она, в принципе, интересна. Ну, я пока, конечно, не нашел принципиального отличия от других ТДшек, кроме возможности играть с рабами. Возможность вылета. Возможность вылета Никиты с Димой. Ну, ладно, всем счастливо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok